Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Да, кстати, а можете назвать вот эти требования вкратце? Какова должна быть физическая подготовка, чтобы прийти на работу? Да, есть просто нормативы, которые у нас создают все кандидаты, то есть это подтягивание, это челночный бег 10 по 10 метров и комплексно-силовое упражнение, то есть тоже ряд физических упражнений. В принципе, несложный и как бы нормальный человек, который более-менее следит за своим физическим состоянием, за своей физической формой, то есть он с легкостью сдаст этот тест, эту проверку, поэтому... То есть, грубо говоря, те зрители, которые умеют подтягиваться и хорошо бегать, могут рассчитывать на то, что они могут устроиться? Да, конечно, но плюс еще там спецпроверки у нас есть, ряд спецпроверок, то есть это процесс оформления, он не быстрый, вот, потому что нам нужно изучить здоровье кандидата, его психофизиологическое состояние для способности несения службы в той или иной должности, вот, ну и плюс вот эти вот спецпроверки, ну, занимают где-то от месяца, ну, до двух. А можно обмануть вот эту психологическую экспертизу как-то? Ну, практически невозможно это сделать, то есть даже если специально что-то там как-то нечестно отвечать, неискренне это все это выдается, все это сразу видно, то есть психологи, они сразу все это посекают и выносят соответствующее решение. Роман Петрович, почему люди могут захотеть пойти к вам на службу? То есть есть ли какие-то социальные гарантии или еще какие-то вот привилегии? Да, конечно, то есть служба в уголовной смыслной системе, она подразумевает ряд социальных гарантий, это, ну, в первую очередь, это льготная выслуга лет, то есть год за полтора, вот, то есть если мы вот подсчитывали с коллегами, если человек с армией приходит и устраивается к нам на службу, то при коэффициенте год за полтора, вот, он уже имеет право выйти на пенсию примерно в 32 года. Вот, а у нас еще есть учреждения, в которых выслуга идет год за два, вот, там еще раньше, то есть там до 29 лет и наступает право на пенсию, то есть человек может уйти, получать пенсию, работать где-то на другой профессии, специальности полноценно. Вот, но помимо выслуги, это также достойная стабильная заработная плата, это бесплатное форменное обмундирование, обязательно выдается сотрудникам, это лечение в медицинских учреждениях, отдых в наших ведомственных домах, отдых, санаториях, вот, отпуск продолжительностью до 65 календарных дней, но это все зависит, опять же, от выслуги. В любом случае, когда приходит к нам человек, трудоустраивается 30 дней, ему положен отпуск, плюс оплачивается проезд в любую точку России для проведения вот этого отпуска. Также к отпуску выплачивается дополнительная материальная помощь, вот, ну, плюс, конечно же, карьерный рост, обучение в наших ведомственных вузах, тоже есть такая возможность, очно и заочно, вот. Вот, кстати, у нас в этом году набор ведется, нам выделено 20 единиц в наши ведомственные учебные высшие заведения, это, они находятся в городах Рязань, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Вологда и Воронеж, вот. Вот, ну, что касается кандидатов на учебу, то сюда мы принимаем кандидатов в возрасте до 25 лет, они также должны иметь хорошее здоровье, потому что они будут сдавать у нас здесь первый этап вступительных испытаний, это физическая подготовка. Вот, ну, и также, как наряду с остальными сотрудниками, они проходят психологическое диагностирование, военно-врачебную комиссию, прошу прощения, вот, и они, к тому же, должны еще иметь достойный балл по ЕГЭ, потому что по результатам именно вот этого экзамена их будут зачислять в институт. Общая основная балл должна быть приличная. Да, да, то есть есть проходной балл, то есть они должны набрать этот проходной балл, чтобы поступить в наш вуз. Сейчас немножко перенесемся про вот эти привилегии, которыми могут пользоваться будущие сотрудники УФСИН. Вы сказали про пенсию, что можно выйти в 32 года. Мне 32, то есть, по идее, я могу уже, могла бы. Вы могли бы, да, выйти уже на пенсию, если бы вы сразу после, ну, не армии, конечно же, а, ну, если после вуза вы бы поступили, ну, конечно, было бы чуть подольше вас возраста ухода на пенсию, но все равно порядка 30 лет. Можно не выходить на пенсию, а продолжить свою работу? Конечно, да, вы можете также служить, потому что у нас очень много сотрудников, которые продолжают, то есть у них наступило право выхода на пенсию, но они также продолжают служить, то есть это им нравится. И, ну, опять же, видите, зарплата достойно, стабильно выплачивается. Плюс ежеквартальные, ну, годовые премии выплачиваются, переработка выплачивается обязательно сотрудникам, если они выходят там вне графика на службу. Поэтому многие остаются, многие служат. Угу. А теперь вернемся к курсантам, вот те, которые проходят обучение в специальных вузах при ваших ведомствах. Какими льготами они могут пользоваться? Ну, на них распространяются те же самые льготы, что и на сотрудников УИС. То есть, когда они поступают, они уже становятся сотрудниками УИС в должности курсантов. Вот им присылается звание, не ниже воинского, это если кто-то служил уже в армии, то есть им будет присвоено воинское звание имеющееся, там, младший сержант, сержант, либо еще выше. А если человек не служил в армии, вот, выпускники школ, им присылается звание сразу рядовой, и они начинают проходить службу. Ну, единственное, еще напомню, что учеба в ведомственных вузах, она у нас идет год за год. Вот. Ну, соответственно, после распределения, после выпуска, после института, курсанты распределяются в наш территориальный орган, и мы обязаны их туда устроить. То есть, с ними в обязательном порядке будет заключен контракт, им присылается звание лейтенант в институте, вот, и они уже полноценно несут службу уже в том учреждении, куда их распределили после выпуска. А трудоустройство? УФСИН. А про обучение, где можно посмотреть? Потому что, вот, я даже не знала до сегодняшнего нашего разговора, что есть специальное учебное заведение для обучения. Тоже есть на нашем сайте официальном, УФСИН России по Алтайскому краю, там есть раздел «Служба ВУИС», вот, и там мы размещаем актуальную информацию о наборе на обучение. То есть, ну, она у нас уже где-то с октября месяца прошлого года, там информация расположена, можно зайти посмотреть, какие специальности, какие вузы, какой срок обучения. Вот, и связаться с любым нашим учреждением. В отдел кадров нужно позвонить и сказать, что, допустим, человек хочет поступать в наш ведомственный вуз. Все, и с ними сразу свяжутся сотрудники отделов кадров. Вот, и начнут работать уже, потому что с февраля месяца уже начинается полноценная работа с кандидатами. Но, опять же, до февраля им нужно будет определиться с экзаменами, выбрать, ну, тот или иной экзамен, в зависимости от той специальности, которую они хотят выбрать при поступлении в наш вуз. А какие специальности там есть? Ну, в основном, это, конечно же, юриспруденция, правоохранительная деятельность. Вот, экзамены туда сдаются следующие. Это общество знания, русский и история. То есть, вот эти экзамены абитуриенты должны будут выбрать при поступлении в наши вузы. Вот, но также есть целовые специальности, где профильным является математика. То есть, математика, общество знания, русский язык, вот, психологи в этом году у нас есть такие специальности. Туда биология нужна дополнительная. Вот. Обучение длится сколько лет? Обучение, так же, как и в гражданских вузах, 4-5 лет. Если это бакалаврят, то срок обучения 4 года, если есть специалитет, то полностью 5 лет. Гарантировано ли трудоустройство по факту обучения? Или все равно есть те же дополнительные проверки, еще какие-то подводные камни? Нет, нет, нет. В обязательном порядке мы трудоустраиваем. То есть, вуз их откомандирует к нам, и мы их трудоустраиваем. Заключаем контракт с ними о службе, и все, и они уже являются нашими сотрудниками. То есть, это 100%. То есть, мы должны их трудоустроить. Всех выпускников, которых мы отправили на учебу, мы их обязаны трудоустроить. Ежегодно сколько трудоустраивается после обучения? Ну, от 15 до 25 человек. То есть, по-разному. В России? Это к нам, в наш регион только. То есть, сюда приходят? Да, ежегодно сюда приходят, к нам порядка 20 человек в среднем. Мы их трудоустраиваем. Но это, опять же, видите, раз в год. А сотрудники нам нужны, кандидаты. Вакансии освобождаются весь год, круглогодично. А в Алтайском крае специализированного вуза нет? Нет, в Алтайском крае нет. Ближайший. Это город Новокузнецк, Кемеровской области. Вот, ближайший. Ну, основной, конечно бы, как конкурс, у нас туда проходит, вот, в этот город, именно, в Новокузнецк. Хотя есть ребята, желающие ехать и подальше от родного дома. Это, там, Владимир город в прошлом году, вот, у нас был такой институт. Вот, Воронеж, Рязань. Ну, сейчас вот недавно у нас открылся в Санкт-Петербурге университет в СИН. Вот, я все-таки думаю, что туда тоже, думаю, будут ребята, много желающих ребят поступать, вот, именно, вот, в этот институт. И давайте, наверное, добавим о том, насколько это тяжелая работа, все ли с ней справляются. Если есть какие-то сложности, как, вот, подбадриваете, помогаете, наставляете, тот же отдел кадров? Ну, конечно, сложности, как в любой работе, они всегда имеются. Вот, вот, еще царь Петр, помню, сказал, ну, не то, что помню, слышал, что тюрьма – это ремесло окаянное, и для скорбного дела сего истребны люди твердые, добрые и веселые. Вот, поэтому все равно, как бы, служба имеет ряд преимуществ, достоинств. Вот, вот. У вас все сотрудники соответствуют этому афоризму? Ага, ну, большинство. Да, как бы коллективы, коллективы хорошие, вот, вполне дружные. Вот, ну, а в плане помощи, поддержки у нас также проводится воспитательная работа с сотрудниками, которые вновь устраиваются к нам на службу. За ними закрепляются наставники, ведется наставническая работа, вот. Вот, в течение года они у нас являются молодыми сотрудниками, они проходят специальное обучение первоначальное после приема, вот. Роман Петрович, можно сказать, что вот вы приняли человека на работу и ведете его, так скажем, постоянно? Ну, как бы, не контролируете, да, а оказываете поддержку на всех уровнях? Ну, конечно, конечно, у нас работают также психологи с сотрудниками, оказывают психологическую какую-то поддержку. В каждом учреждении есть комната психологической разгрузки, куда сотрудники вправе прийти, обратиться, в случае каких-то, может быть, там, тяжелых жизненных обстоятельств. За помощью всегда помогут, всегда посоветуют что-то, они никогда не отказывают нас. На всех бы работах такую комнату иметь. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. Ну, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был инспектор отдела кадров УФСИН России по Алтайскому краю Роман Петрович Фунг.